Есть много царей, которые известны как Великие. Иван IV из России не имеет этого имени, но широко известен как Иван Грозный. Это поднимает вопрос о том, насколько Грозным был Иван Грозный. Ну, Иван Грозный был фактически первым царем Руси, и его правление было долгим. Была одна грандиозная реформа, в результате которой он создал много устойчивых русских учреждений, таких как русская армия, которую он начал из корпуса профессиональных штатных солдат, называемых стрельцами. Он также основал первый в России парламент, состоящий из высокопоставленного дворянского сословия. Он женился на принцессе Романовых, начал русскую экспансию в Сибирь и построил очень красивый собор Василия Блаженного. Звучит хорошо, правда? Да, но Иван был также ответственен за некоторые менее хорошие вещи. Первая жена Ивана умерла в 1560 году, и это был его переломный момент. После этого Иван был одним из зачинщиков буйных войн. Это сопровождалось голодом, недовольство и мятежа. Таким образом, царство было разделено на две половины – земская голень на юге, расположенная вокруг столицы Москвы, и несколько недавно освоенных северных территорий из бывшей Новгородской республики. Иван никогда не доверял тем, кто жил на завоеванных территориях, и был несколько породна и дальн в отношении своих дворян, называемых боярами. Одной из тем царствования Ивана является его паранойя вокруг бояр и последующие обращения с ними. Он был сообразительным в своем подходе, и в 1564 году, в разгар своей популярности среди народа, Иван отрекся от престола, обвиняя бояр и их постоянные интрижки. Дворяне были недовольны этим, потому что по закону никто не мог править без царя, и никто не хотел выбирать нового, а также они жили в городе полном людей, которые их ненавидели. Они просили его вернуться, и он сделал это с одним условием. Он хотел быть абсолютным монархом. Они сказали «да», что было довольно глупо. Он вернулся и вскоре после этого оставал опричники. Это был секретный прототип полицейских сил, чья работа была связана с предателями, а также с управлением операциями. Чума и голод поразили Россию в конце 1560-х, и никто не хотел беспокоиться о том, что новгородцы могут восстать. Был только один способ, чтобы победить их и успокоить. Убийство. Что он и сделал? Да так, разграбив город. Также на тот случай, если вам интересно, опричники были распущены в 1572 году, после того, как выяснилось, что они хороши только для потавления людей, но не для борьбы с компетентными врагами. Большая часть усилий Ивана в дальнейшем была вложена, чтобы нейтрализовать дворянство и централизовать его власть, потому что были пределы того, как далеко он собирается действовать. Поэтому в 1575 году он снова отрёкся от престола, и Семён, близкий его друг, занял должность правителя. Затем Семён по своей собственной воле решил захватить внушительные земли у церкви до того, как Иван вернулся в 1576 году. Вскоре он признал захват этих ценных земель не христианскими, но этого явно недостаточно для того, чтобы вернуть их. Кстати, в течение всего этого периода Россия вела дорогостоящую войну, Ливонская война, против всех этих стран. Это было потому, что Иван Грозный хотел включить Ливонию в состав России, Россия проиграла. Что-то ещё не произошло. Когда Иван плохо обращался с жёнами своих сыновей, они поссорились. Возник спор о верности, и сын Ивана спросил, собираешься ли ты избить меня до смерти своим посохом. Он это и сделал. Оказывается, в конце концов, репутация Ивана как Грозного полностью зависела от его обращения с дворянами. Его постоянная военная централизация власти и уничтожение аптечников наряду с убийством его собственного сына, безусловно, испортили его наследие. Ну а на этом всё. Пишите, заниматься ли мне иногда переводами, разбавляя ими авторский контент. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok